Физрук школы села Быков-Отрок Алексей Шишков сам учился здесь несколько лет назад, но таким спортзал он никогда не видел. Сегодня здесь тепло, светло и сухо. Дети могут заниматься спортом в одних футболках, а раньше все было по-другому, вспоминает бывший ученик. Я закончил в 2004 году. Конечно, зал был в плачевном состоянии, но в данный момент для детей все есть возможности, только нужно заниматься и показывать результаты. Директор сельской школы Светлана Богоморенко признается, душа болела, здание есть, а дети физкультурой занимаются на улице. Проводили на улице, проводили на втором этаже в рекреации, потому что да, была такая ситуация, особенно если был дождь на улице. У нас здесь вообще текло все, что можно было подставлять, подставляли, потому что был дождь, просто был дождь в спортзале. Непорядок, но как решить этот вопрос? Потепление наметилось после разговора на встрече с депутатами Буково-Отрокского совета. Там присутствовала и Наталья Бахарева. Она представляет в депутатском корпусе Балаковский филиал АО «Апатит», а село Быково-Отрок на ее округе. Наталья рассказывает, сроки принятия решения по началу ремонта спортзала, впрочем, как и сроки работ, были спринтерскими. Стартовали к финишной прямой целой командой. В составе Dream Team были и производители минеральных удобрений. Прошли сюда на место, посмотрели, что да, действительно, помещение хорошее, сам спортзал большой и требует вложений, скажем так. Запланировали у себя работы. Наше здесь это и отопление, и освещение, и, в принципе, частично косметический ремонт. Очень огромный вклад, конечно же, внесли «Фосагра» филиала «Апатит», которые львиную долю взяли на себя для того, чтобы отремонтировать этот спортивный зал. Конечно, очень огромная была поддержка также со стороны депутатов местного совета Бакватруковского муниципального образования, которые тоже не остались в стороне и помогли сделать такой ремонт. Спасибо! И вот он, первый урок физкультуры, первые веселые старты и первые спортивные планы. В обновленном спортивном зале теперь будут не только проводить уроки физкультуры, но и начнут работать различные секции. Сельская школа под крылом организации «Дрозд-село», а значит, намечается возрождение былой спортивной славы Бакватрога. Для этого у местных ребятишек и взрослых сельчан теперь есть практически всё – помещение и новый спортинвентарь. Представители администрации и депутаты, надёжные помощники от химического предприятия компании «Фосагра» пришли не с пустыми руками, вручили спортивный инвентарь. Продолжение следует...